Тольяттинская команда LADA Rally RC покорила гоночную трассу Ингушетии. За всю историю республики это первый чемпионат, который стартовал под покровом ночи в городе Магас и продлился несколько дней. Почему асфальтовое ралли оказалось весьма коварным для наших спортсменов, Виталий Портнов выяснил. Скорость, драйв и LADA Калина за рулем этого отечественного авто сам глава Ингушетии Юнусбек Евкуров так на главной улице Магаса от символа республики 100-метровой башни Согласия стартовал первый в истории этого региона авторалли. Эта реклама должна быть профилактикой для всех ребят, чтобы они понимали, что на больших скоростях можно ездить только на организованных трассах, соревнованиях, а в обычной жизни, конечно, эти люди должны соблюдать правила дорожного движения. Уже на следующий день по горной трассе под снегопадом в заезде по специальному приглашению участвовали вазовские гонщики, команда LADA Rally RC, два экипажа Дмитрий Воронов и Юрий Куликов под номером 4, пятый Евгений Суховенко и Ярослав Федоров. Скоростные характеристики продемонстрировали отличные, но Дмитрий Воронов сошел с трассы, улетев в кювет. На торможении немножечко ошиблись, вылетели, ударились по канаву, перевернулись пару раз. Хотели очень хорошее время показать, но сильно мокро, холоднее стало по сравнению с проходом в ту сторону. Очень скользили, особенно заднюю ось там вообще была неконтролируемая. Но финиш в Магасе без нашего участия не остался. Андрей Васильев и Алексей Румянцев успешно преодолели гонку на своей Калини. Сразу два этапа ралли, но уже в рамках Кубка России, пройдут в Ингушетии в следующем сезоне. Виталий Портнов, Новости губернии.